Был такой философ, звали его Монтень. Самая известная его работа, это «Опыта» называется. И он там написал, что человек не живет, а собирается жить завтра. И это такое вот расхожее выражение, по большому счету, принадлежит чисто европейскому способу мышления. Европейские люди, они направлены в будущее. И мы строили коммунизм, европейцы строили постиндустриальное общество. По большому счету, в течение двух тысяч лет ожидали второе пришествие Христа. И что коммунизм, если не коммунизм, то рай все-таки на земле будет построен и так далее. В конце концов, что мы будем владеть истиной, хотели владеть истиной уже в первом столетии, я извиняюсь. Начало первого тысячелетия. И сегодня Европа все еще, все еще, вот в 47-м году мы наконец-то обретем там физическое бессмертие и так далее, и так далее, и так далее. Все время в будущем. Логика глупая. Почему? Потому что она неадекватна самой ситуации человеческой жизни. Почему? Потому что человек одновременно является объединяющим началом прошлого, настоящего и будущего. Прошлое все время присутствует как память. Вот в вашем, извините меня, клиническом случае индивидуально-биографическое. В моем клиническом тоже случае это огромное количество прошлых рождений, которые интегрированы в мой опыт внутренний. Но в мой опыт интегрированы на самом деле очень многие прошлые рождения, и я их знаю. И, вне сомнения, интерфейс такой вот попрошлого, он всегда ограничен человеческим мышлением и человеческой памятью. И феноменологически ограничен, эмоционально-когнитивно ограничен. И степень этой ограниченности, он показывает степень ограниченности самой личности. И все. Во многих смыслах все-таки, значит, еще показывает некий вектор человеческой рефлексии. И этот вектор еще показывает, насколько человек молод. Молод душой, молод духом. Бывают люди, которые в 25 лет уже живут в прошлом. Кто был в армии, те, значит, этот самый вспоминает армию. А сейчас уже жизни нет. А жизнь кончилась. Женился, ребенок появился. Жизнь кончилась. И вот, живут в прошлом. И тусуются с людьми из прошлого. Вспоминают прошлое, и так далее, и так далее, и так далее. И во многих отношениях человек может постареть, а старость, это когда вы живете в прошлом. Почему? Потому что в будущем смерть. И что касается второго интерферса, вот этого настоящего. Настоящее, это единственное место и время, где ты можешь реализовать свое потенциальное. Вы понимаете, вот другого нет. Но к настоящему в основном люди относятся чрезвычайно небрежно. Почему? Потому что там бытие так и есть. Оно уже есть бытие. Вот, и вы можете там в настоящем лениться. Вот, вы можете ничего не делать. Вы можете как угодно себя вести там. Вы можете там, вы можете. Почему? Потому что настоящее схвачено сознанием. Вот, вы понимаете, оно схвачено сознанием. И человек чувствует себя хозяем настоящего. Но то, что вот настоящее является единственным способом реализации, люди это вот не осознают в силу щедрости настоящего. Вот, вы понимаете, оно все время присутствует в полноте. Вот, настоящее все время присутствует в полноте. Вот, и настоящее присутствует в безумной полноте и еще в безумной избыточности. Вот, вы понимаете? Вот, безумная избыточность. Вы можете в настоящем все. Вы можете все, что угодно мыслить. Вы можете родить любую эмоцию. Вы можете делать любое действие. Предельная избыточность. Вот, и она нам кажется настолько бесконечной, настолько беспредельной, как данность. Вот, вы понимаете, что вы так-то, знаете, хозяева жизни, хозяева мира, хозяева, хозяева, хозяева. Вот, и то, что единственное место, где мы можем реализовать свою потенциальность, это настоящее, это не завтра. Вот, вы понимаете, вот это чрезвычайно важно. Вот, вот это многие люди не осознают. И только по этой причине, только по этой причине, мы не имеем, мы не имеем, ну, я бы сказал, равенства среди людей. Мы все рождаемся, все рождаемся в основном с одинаковой потенциальностью. Вот, и еще хуже, нам социум дает одинаковые возможности. Одинаковые возможности. И что такое демократическое общество? Демократическое общество, это просто общество равных возможностей. Равных возможностей. Никто вам не мешал быть отличником в школе. Никто ведь не мешал. Никто вам не мешал быть победителем, там, на Олимпиадах, там, добежать, в крайнем случае, там, до первого разряда, там, по спорту. Никто же не мешал. Возможности были открыты. Были. Были. Вот, и в 29 лет мы уже видим. Уже есть аутсайдеры. Ушедшие на дно. И уже есть чемпионы. А в 60 лет мы уже точно можем сказать, вот, извините, вот человек реализованный, а вот человек, проживший в пустую, в нуль. Был, не был. Был, не был. Ни детей, ни денег, ни статуса, ни признания. Ничего. В нуль. Хлеб пустую прожрал. Вот, вы понимаете? Ресурс воздуха в пустую использовал. И весом своего гнилого тела это не оправдает. Уже, понимаете? Вот, и старт был одинаков. И, вот, я, вот, вы помните, все наверняка помните защиту дипломов своих. Вот, и что, по большому счету, среди вас были гениальные ребята. Среди тех людей, с кем я защищался, были ребята, у которых потенциальность на порядок была круче, чем у меня. Вы понимаете? У них была гениальная память, у них были великолепные, гениальные математические способности. Они запоминали огромное количество материалов. У них, извините меня, не было тюркской глотки. У меня тюркская глотка. То есть, это что значит? Я смягчаю звуки. Вот, вы понимаете? А когда я, там, извините, в 90-е годы читал лекции, я был косноязычен. Вот, почему? Потому что я еще немножко выправил. И много-много, по большому счету, некрасивый. А вот, заканчивали гениальные, красивые мужики. Вот, вы понимаете? Со мной вместе. И вот, прошло 35 лет. 35 лет прошло. Вот. И из этих людей, из пяти человек с красным дипломом, которые вместе со мной закончили, ни одного человека нет. Которые хоть немного реализованы. Вот, вы понимаете? Вот, хоть немного. А ведь потенциал был огромным. Вот, вы понимаете? Огромным. Огромным. И жизнь так-то приглашала. И у них были больше возможностей, если уж так говорить, чем у меня. В чем проблема? В чем проблема? Проблема в том, что их избыточность их и сожрала. Их удовлетворенность настоящим их и сожрала. Вот, вы понимаете? Никогда не будь удовлетворенным. Гармония, как только кто-то говорит, дайте ему пороже, и пусть он почувствует неудовлетворенность. Почему? Потому что в раю и в гармонии люди спят. Чувствуйте свою неудовлетворенность. Почему? Потому что неудовлетворенности рождаются цели, рождаются проекты, рождаются вот эти три дела. Из неудовлетворенности. Из напряжения неудовлетворенности. Из зависти. Из то, что называется, по большому счету, деструктивными чувствами. Но они правильные чувства. Почему? Потому что из них рождается эволюция. Из них рождается личность. Из них рождается развитие личности. Не из удовлетворенности. Не из благополучия. Сколько вы знаете людей из очень хороших семей, из благополучных семей, где, фу, дети. Ни к чёмные. Вот они... Почему? Потому что они избыточны в настоящем. У них всё есть. Вот вы понимаете. Вот. Всегда должно не хватать. Вот. Вы понимаете? Лично должно быть всё время неудовлетворённое. Но из неудовлетворённости не должна рождаться аутоагрессия. И агрессия к другим. Вы понимаете? Вот. Блин. У соседа крутая машина. Блин. Спалить бы ночью. Вы понимаете? Вот. И. Значит. Вот. Как бы. Блин. Какая у него там красивая жена. Блин. Потравить бы как не было. Вы знаете. Вот. Вот. Или. Блин. Вот. Жизнь не удалась. Вот. Вы знаете. Вот. И. Значит. Со мной всё плохое случается. Вот. И. Значит. Вот. Всем везёт. Мне не везёт. Вы знаете. Вот эту аутоагрессию. Никто меня не любит. Не любит. И даже этот. И тот. Оказался козлом. Не в те времена родился. Не с кеми живу. Вот. И. Как бы. Господь меня не любит. Вы понимаете. В чём проблема-то? В чём проблема-то? Проблема в том, что из неудовлетворённости должен всегда родиться ресурсный план. Вы понимаете? Каким образом удовлетворить эту неудовлетворённость? Вот эти ресурсные планы, ресурсные планы, они как раз касаются, касаются того, чтобы двигаться к удовлетворённости. Это не означает, что когда вы чего-то достигнете, что-то сформируете, вы будете полностью удовлетворённы. У психики всегда есть заданью даль. И в том будущем, когда вы скажете, вот я сделал, там есть другой простор. Но что там ещё есть? Что вызывает чувство достижения цели? Вызывает чувство успеха, ребята. Успех. Что ты человек реализованный. Что ты не впустую живёшь. Появляется экзистенциальный смысл достижений. Вот. И. Вот. По большому счёту, по большому счёту, вот настоящее – это способ реализации будущего. Вот конструктивного будущего. Вот. Для этого, для этого, я извиняюсь, конечно. Но вам всё время надо превозмогать вашу избыточность в настоящем, её полноту. И ограничивать её, ухудшать её во многих смыслах. Вот вы понимаете? Вот. И, там, когда я где-то там пол первого час ночи смотрю на Козлова, там, в зеркало, да, глазки красненькие, усенькие, страшненькие, вообще ужас. А рядом всегда стоит же Козлов, ну, умный. Он говорит, ну, чего ты, Господи, чего тебе надо? Чего ты мало написал, что ли? Нафига тебе это? Вы же знаете, что у меня диалог всё время идёт. Но вы, того, кто говорит, да нафиг нам надо, вы говорите, да на самом деле, нафиг нам надо. Почему? Потому что тот, который говорит, нафиг нам надо, и так хорошо. Вот. А это, это тот человек, который, который живёт в избыточности настоящего. Но нереализованности, вот вы понимаете, реализация возникает через цели достижения. Через цели достижения и ограничения выбора свободы избыточной на несвободу. И вот любое ваше действие по достижению цели, это выбор ограничения. Выбор несвободы. Выбор, в том числе, ну, извините меня, репрессия вашей божественной свободной природы. И вы должны понимать, пошло оно нахрен. Вот это божественная, вот природная свобода. Почему? Потому что вы, в конце концов, превращаетесь просто в семью, которую кормят. Вы понимаете? Которую Бог посылает. Вот. И которая просто толстеет. И при этом чувствует удовольствие. Вот. И вот, хочешь реализация, хочешь быть человеком, ребята. Вот человеком. Человеком достижения, человеком успеха. Чемпионом социума. Вот вы понимаете, есть чемпионы, яс-аутсайдеры. Есть бедные и богатые. Вот. Есть недостигшие и есть достигшие. Хотите выбор сделать достижения, ограничивайте себя. И вот эти три цели, это способ ограничения времени и пространства, и вашего эго, его выборов, его избыточных. Их надо так рассматривать. И это единственная стратегия, когда вы можете объединять в реализацию прошлое, настоящее и будущее. Когда вы можете направлять вашу личную энергию в будущее, опираясь на весь свой опыт. И используя весь свой опыт. Вот. И при этом, при этом, в конце концов, в конце концов, чувствовать полноту не жизни, ребята. Жизнь, она полна, вот без всяких прибавляций. Полноту личной реализации. Вот вы понимаете, личной реализации. Что не зря прожил эту жизнь проект Козлов Владимир Васильевич. Вы понимаете, проект. Так-то это социальный проект. Но он не впустую прожил, вот вы понимаете. А вот Иванов Иван Иванович. Неудачный проект. Ничего не осталось. Вы понимаете. Ничего, ни одного следа. Был, не был. А вы представляете, таких людей миллиарды. И так-то я вам хотел сказать, что вот есть три проекта. Но что-то выскочило совершенно другое. Но, наверное, что-то другое и более важное. Я описывать эти три проекта не буду. Почему? Потому что у вас есть уже проговоры, ширинки и осознание. Мне важно было, чтобы вы могли собирать энергию в реализации. И мне важно было каким-то образом, как это, уперечь вас от опасности гармонии. О, да. О, да. О, да.